Здравствуйте, ребят! Меня зовут Аня, и сегодня я снимаю не самое обычное видео для своего канала, как вы уже знаете. Я вам обещала в предыдущем ролике то, что выпущу обзор на свою самую любимую мангу автора Акина Мацури в магазинчик ужасов, что я, собственно, сейчас и делаю. Так, для тех, кто вообще не в теме, лучше говоря, это манга о зоомагазинчике в Чайна Тауне, в Нью-Йорке. Ну, кто не знает, то есть японско-китайский район в Нью-Йорке, и конкретно там находится этот магазинчик, потому что, типа, самый загадочный район города. И всякое такое. Вот, и есть хозяин магазинчика, его зовут Граф Ди, это мой просто любимый персонаж. Просто я в него влюблена по уши, и он очень загадочный тип. Никогда не верьте Графу Ди, но он классный, и он очень крутой. Почему не верить Графу Ди? Потому что неизвестно его имя. Это Граф Ди, это, типа, его дедушка, который сейчас ездит по всему миру, ищет новых животных. Этот его внук, типа, его замещает, и его все называют Графом Ди. Надеюсь, я сейчас подробно объяснила. И, короче, автор постоянно дает нам понять то, что этот дедушка и этот его молодой внучок, это одно и то же лицо, а вот его внуку, это ему где-нибудь 20-17, как я поняла. Ну, чем моложе, тем для меня лучше. Так вот, Ди, он у нас дикий сладкоежка, у него началась сломка из-за того, что он за несколько часов не слопал шоколадку, он постоянно лопает сладости с переслащенным чаем и травит этим чаем всех вокруг, что мне просто дико нравится. Серьезно, я обожаю этого персонажа за это. А также, как вы думаете, кто есть в этой манге? Ага, да, правильно, это Коп. Коп, его зовут Леон, его постоянно Ди называет мистер детектив, на чем я постоянно ору. И этот Коп, он постоянно подозревает графа Ди во всяких там делишках, связанных то с наркотиками, то с еще чем-то, то еще с торговлей людьми. Почему с торговлей людьми, сейчас объясню. Просто дело в том, что часто в манге показаны животные в виде людей, некоторые их видят только людьми, некоторые через какое-то время до них доходят, что это животные. Как бы, короче, там такая вот странность, и это, на самом деле, очень круто, типа у животных тоже есть душа и всякое такое. И да, насчет морали, философии, в манге, в каждом рассказе, там рассказы, там 10 маленьких вот таких вот книжечек, вот таких книжечек тут 10, и вот 4 таких вот, это значит, что типа тут 10 рассказов в одной книге, а вот в этих штучках маленьких здесь под 4 рассказа, вот. Я в последнее время читаю вот эту херню, только она постоянно рвется. Итак, что с тем Леона? Типа дружа с графом Ди, но он ее подозревает во всем, ну вы поняли, да? И в итоге дело дошло до того, что младший брат Леона... Короче, я вам не буду говорить, потому что младший брат Леона, по-моему, там в пятом томике появится, ну, в таком томике. Короче, ребят, я могла бы отдельно рассказывать вам о каждом таком вот рассказике, о каждой главе, о каждой части, я вам даже скажу. И что еще могу сказать? Это манга 16+, но на 12+, я ничего такого не читаю, даже я очень расстроилась, что там не 18+, так бы я вообще за хлеб читала. Мне кажется, что эта манга, она для каждого типа, потому что вот у меня подруга, она не читает мангу, но когда я ей дала, она такая, ну ладно, давай, сейчас прочитаю, а теперь я ей в понедельник должна буду принести вот этот вот томик серенький, и она его будет читать, сказала. Ну, там в первом томике не особо так философии много, а у всех остальных, о, там навалом. Ну, в общем-то, такие вот дела, возможно, в среду, но я ничего не обещаю, ребят, видите, у меня усталый голос, я вся такая измотанная, может, я потому что я сегодня много смеялась, может, потому что я вся сонная весь день, может, потому что я просто не досыпаю и ложусь спать в три ночи, а то и в четыре, а то и в пять. Ну да ладно, не будем об этом. И, короче, с вами была Аня, понравилось, ставьте лоис, хотите продолжения, пишите в комменты, хотите спойлеры, пишите в комменты, хотите серии о видне, то забудьте просто, негодуйте, почему редко выходит видео, хотя они у меня часто достаточно выходят, окей, то не пишите в комменты, не то я буду заблокировать, заблокирую, короче, комменты, вот, и, возможно, я даже не буду практически монтировать этот ролик, потому что ленивая задница, вот, ну, нахотила на меня лень на каникулах, ну, праздники мужские, а для меня это ленивые дни. Короче, вот такие вот дела, с вами была Аня, до скорого!